Алё! Ну со старым Новым Годом тебя, Оль! Ну как праздники провела? Да я, Оль, не знаю. Да всё плохо у меня, Оль, не до праздников. Ну вот у психолога была. Да я-то нормальная. Муж опять ку-ку. По каждому поводу нервничает. Ну вот недавно, например, из-за машины нервничал. Но машина у него в столб ударилась. И самое главное, я во всём виновата, Оль. Вот ты понимаешь, вот манеру такую взял. Что не случится, я виновата. Ну а в чём я виновата, Оль? Ну я просто за рулём была. Да там вина машины стопроцентная. Ну она же между двух столбов не смогла пролезть. Господи, так орал просто вообще. Ну потом из-за гантелей нервничал. Ну гантель ему на ногу упала. Господи, Оля, я тебе клянусь, она сама у меня из рук вырвалась. И к нему на ногу прыгнула. Он так орал вообще. Люстра с потолка упала. Ему на голову. Господи, а чё орать-то? Ну чё орать? Перелом лёгкий, в шести местах. Прям вообще. Нервотрёп какой-то. Да устал от него, Оль, вообще не могу. С каждым годом всё больше и больше на свою мать становится похожим. Прям я тебе говорю, одно лицо. Свекрёныш какой-то. Да не знаю, чё буду делать, Оль. Ну на птичий рынок собираюсь. Ну психолог посоветовал животное какое-нибудь мужу купить, чтобы нервы успокаиваются. Ну вот животное, оно отрицательную энергию мужа на себя возьмёт. Не знаю, с чем он останется, Оль. Ну такая методика японская. Понимаешь, там вот в Японии так лечат нервы животными. Но если животные не помогают, тогда они нервы лечат харакири. Ну не знаю, чё купить, Оль. Собачку? Ой, Оль, ну не знаю даже. Да у него с собачками как-то не очень, Оль. Да я точно знаю, сто процентов, Оль. Ну он на даче мимо соседской собачки шёл. Из бутерброда он. Ну и фигу ей показал. Ну собачка такая небольшая, бультерьер. И главное говорит, вот помню, что после того, как фигу показал, хотел бутерброд в рот положить. И тут собачья морда щёлкнула перед лицом. И бутерброд с руки исчез. Бутерброд с руки, а с лица усы. Да, так что, Оля, он теперь без усов. Ага, и спит с открытыми глазами. Они закрываются у него глаза, понимаешь, после этого. Они у него далеко, впереди лица. Чё ты говоришь? Рыбу ему купить? Ну не знаю, Оль. Да моего рыба успокаивает только, когда она солёная и с ящиком пива. Да я тебе точно говорю, у него вообще с рыбами нет контакта. Оля, я сто процентов знаю, понимаешь, мы с ним на море в прошлом году отдыхали. Ну чё, чё? Ну пошли на пляж. Ну купались, конечно купались. Там миллион людей купалось, Оль. И тут рыба приплыла. А, акула. Да нет, Оль, да ни на кого она не напала. Да ни на кого, кроме мужа моего. Да нет, Оль, не покусала, нет. Ну акула пожилая была беззубая. Она пососала, пососала его и выплюнула с буёк. Ну потом уплыла, только плавки на память взяла. Да нет, Оля, он не испугался. Да не испугался. Он потом, знаешь, спокойно такой сидел три дня в гостинице на одном месте. И язык всем показывал. Чё ты говоришь, черепашку? Ой, Оль, ну я не знаю. Да у нас была черепашка, понимаешь, в этом всё дело. Да была, Оль. Вот ты понимаешь, она только один раз в коридоре мимо ванной проползла. Ну а он в ванной мылся, понимаешь? Ну выскочил чё-то из ванной намыленный. Да не знаю, телефон у него зазвонил. Ну на черепаху наступил, поскользнулся, упал. Ну и по коридору к двери, понимаешь, как бобслив на танках. Помчался, слушай, скорость такую набрал. А я в это время домой пришла, Оль. Ну я же не знала, я дверь открыла. А он мимо меня, она мыленный, голый. В подъезд вылетел. На копчике два пролёта проскакал. И выскочил во двор. Слушай, как с трамплина. Оль, я тебе говорю, это реальная у него была минута славы. Да бабки, которые возле подъезда сидят. Я не знаю, что они там снизу-то увидели. Но они семечки вместе с кожурой глотали. Они ему сразу оценки выставили. 6-0. Оля, они ему аплодировали громче, чем Москва Гагарину. Слушай, два года прошло. Бабки, как только его встречают, всё время просят. Милок, напоследок, покажи полёт. Ой, Оль, вот такая у меня, понимаешь, трагедия. Тут у всех Новый год, у всех праздник. А я не знаю, что ему... Какое ему животное купить? Что ты говоришь? Символ года? Крольчую шапку, что ли? Ушки крольчие. Оль, а что, эта идея прикольная. Слушай, Новый же год. Я же мушки крольчик куплю, под ёлочкой его посажу. И ему салат из морковки с варганью. На ушко ему пожурчу, животик почешу. Ой, может тогда и не придётся ему животное искать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Оль, а,